Как носить ажурные вещи и не выглядеть слишком откровенно? В арсенале опытных модниц есть несколько ходовых идей для создания быстрых образов на любой случай. Пиджак для делового лука, пижамный костюм с босоножками для ленивого завтрака в городе, кружево для романтической встречи или не только для нее. Ажурная одежда не так проста, как кажется. Да, кружево и гипюр действительно смотрятся соблазнительно. Но стоит подобрать неправильный фасон или переусердствовать с аксессуарами, вырезом или оттенком, и ваш аутфит быстро становится вульгарным. А вот этого мы точно не хотим. Вещи из ажурной ткани вполне могут быть современными и элегантными, если они выполнены из качественных материалов и имеют актуальный силуэт. Остается главный вопрос, а как же их носить? Итак, бодуарная тема. Корсет из кружева добавляет сразу 100 баллов к сексуальному образу. Эту гипотезу отлично доказали в этом году Гуччи, продемонстрировав легкие для повторения подиумный лук. Брюки, корсеты, белая рубашка сверху. Вуаля! Люксовая комбо готова. И при этом на обновки не нужно тратить много денег. Если вы пока боитесь внедрять полноценные ажурные вещи в повседневные образы, то начните с небольших кружевных элементов на одежде, в частности, с оторочки на воротнике джемпера. Или на подоле платья. Возьмите этот трюк на заметку, потому что многие советуют не пренебрегать деталями. Именно они придают нарядам целостный вид. Платья из кружевной ткани – одни из самых эффектных моделей. И не пугайтесь прозрачности материала. Под верхний слой всегда можно надеть обыкновенный, непросвечивающий лонгслив или комбинацию. А длину платья выбирайте любую, от мини до макси. Здесь нет строгих ограничений. На рейлах в магазинах встречаются и полностью ажурные брюки, которые просто созданы для вечеринок. О них я рассказывала в одном из своих видео. И да, эти брюки тоже носят с нижним слоем, облегающими шортами, например. Если вдруг вы не нашли брюки с уже вставленными шортами. Сочетайте простое со сложным. Кстати, о кружевных брюках сейчас эта вещь – одна из самых горячих трендов сезона. Многие моднятся, что только с ними не носят, начиная от ажурных топов, заканчивая базовыми рубашками. Именно второй вариант образа с гипюровыми брюками я настоятельно советую примерить. Носите многослойные варианты. Ажурный кардиган – настоящий мастхейв для теплого времени года. Он почти не ощущается на теле и подходит в качестве накидки. Например, на черное маленькое платье. Это делает лук наиболее интересным. Кружево далеко не из простых материалов. Он требует внимания при составлении образа с ним. А еще не прощает ошибок. При малейшем фэшн-прощете сразу выглядит в образе уж очень слишком или просто старомодно. Чтобы не допустить этого, к аутфиту с одеждой из гипюра подбирайте лаконичные аксессуары. Например, кружевное платье дополните несколькими минималистичными украшениями без больших цветных камней. Помните, обилие деталей в луке не значит стильно и красиво. Также выбранный вами цвет имеет важное значение. Тем, кто хочет носить кружевные вещи, но пока побаивается это делать, рекомендую присмотреться к одежде из гипюра белого цвета. Он не такой капризный в стилизации, как черный. И его намного легче сочетать с повседневным гардеробом. Кстати, на начальном этапе, пока вы еще не освоили эту ткань как следует, составляйте монохромные образы. В них проще интегрировать кружевное изделие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok